Всем здравствуйте! Всем огромный привет! Сегодня в Коломенское мы снимаем видео Вопросы любимому блогеру и ответы на вопросы любимого блогера Я приняла эстафету от Светочки Левченко И сегодня я хочу задать вопросы вот этому любимому блогеру, который сидит рядом со мной Виктории Бонд, если вдруг кто не узнал Ну задавай! Готова? Попробую! Она долго упиралась, но поскольку мы встретились вместе, то мы решили, что не будем записывать два отдельных видео А соединим это все в одно Я думаю, что никто не будет против Итак, первый вопрос С каким блогером ты хотела бы встретиться лично и почему? Второй вопрос Если бы у тебя было свободных 10 тысяч рублей, скажем такая, ну не совсем маленькая, не совсем крупная сумма На что бы ты их потратила в рукодельном плане? Еда и другое хобби не считается Что тебе нравится из каких-нибудь рукодельных вещей или из каких-нибудь вышивок Которые бы ты не стала делать сама, ну по каким-то причинам Но с удовольствием получила бы в подарок Почему я спрашиваю? Просто объясню Например, вот такие вещички, которые ты вышивала от JustNan Там, допустим, вот какой-то шарик там сумасшедший из 30 и сколько-то там составных частей Или, например, то, что делает Илоночка, Илка Вот я, например, просто в сумасшедшем восторге от тех игольниц, которые она там делает Но вот положа руку на сердце, мне не хватит умений, не хватит, наверное, того вкуса, который есть у нее Чтобы сделать нечто подобное Ну вот я бы такую вещичку, например, с удовольствием бы Так как ты очень веселый человек Ты можешь вспомнить какой-нибудь свежий смешной случай из твоей рукодельной жизни Следующий вопрос Что значит узнаваемость для тебя? Так как мы на этой формуле рукоделия уже почувствовали на своей шкуре, что такое быть узнаваемым Вот какие у тебя впечатления? Ну, у меня последний вопрос к тебе, если ты не против Ты кто по жизни? Оптимист, пессимист или маскирующийся под оптимиста-пессимист? Поэтому это все вопросы, которые я успела придумать для Вики Я надеюсь, что ты с удовольствием подхватишь эту эстафету И найдешь блогеров, которым ты передашь эту палочку, эстафетную палочку дальше Спасибо большое, Верочка Спасибо вам большое, что провели это время с нами И всем до новых встреч Пока Пока